МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боремся за журжание, потому что у нас команда каждый год меняется. Нет постоянного состава. В прошлом году был состав, из этих ребят осталось человек 4. По сравнению с другими командами, которые уже наиграны, из года в год играют одним составом. И в связи с этим, я думаю, у нас такая игра получается. В восьмом туре промресурсу достался дебютант в Суперлиге клуб «Маймедиа». К кочному противостоянию команды подошли соседями по турниру на таблице. Седьмое и восьмое место и с разницей всего в один балл в пользу медийщиков. Задачи стоят всегда высокие. Первый сезон, думаю, в пятерке задачи в первую очередь. Потому что уже много упустили очков, наверное, в первые места не получится. Ну, в пятерке закрепиться. У них признак второй будет небольшой. Мяча не отбирать не будут. Они так пассивно-пассивно дергают, дергают, дергают. Но отбирать они не будут, сразу говорю. Отдали с Сашки, отыграли вначале попроще. Пошли, 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 пошли. Давай вперед, наступаем. Играем в футбол, пошли. Пошли. Дебютанты Суперлиги начали с места в карьер. Уже на второй минуте медийщики получили право на угловой. И разыграли его убийственно. Капитан и лучший бомбардир команды Константин Клементьев первым откликнулся на передачу партнера и пробил под перекладину. Кузнецов даже не успел скинуть руки. Промресурс показал, что ресурсы у него еще есть. И забил аж дважды. Особенно знатным получился гол Михаила Мустафина. После розыгрыша углового, без обработки, слета, сильно, точно, в ближний-нижний. Вот только полидировал промресурс меньше двух минут. Радмир Сапожников нашел незащищенный ближний угол и сравнял счет. А следом команда заработала еще и опасный штрафной. Единственный тайм-аут в первой половине наставник Маймеди Александр Руфов использовал по назначению. С правой стороны ты убегаешь страховать, с левой стороны остается на добивании, а вы вдвоем решаете, либо пробивать, либо возвращать. Понятно? Получив указание тренера, Маймеди разыграл штрафной как по нотам и Константин Клементьев оформил дубль. На перерыв его команда ушла с преимуществом в один гол. 3-2. Костя, даешь передачу, сразу через паузу, прям кто это? Миша будет. Миша через паузу наступил, отдал лет для того, чтобы Костя успел туда вбежать. Костя сюда где-то на метров 6 вбежал и сюда уже потом отваливаешься. Второй тайм поначалу был не таким событийным, как первый, но заключительные 5 минут реально получились огненными. Все началось с того, что Максимов не уследил за Клементьевым и вынужден был совершить фолл последней надежды. Красная карточка игроку промресурса и дабл пенальти в ворота Кузнецова. Виктор Морозов, правда, его не реализовал, а промресурс, выставив 2 минуты в меньшинстве, счет сравнял. Отличился Вячеслав Приказчиков. Но в ответной атаке все тот же Клементьев заставил Еремина грубо спалить. Снова удаление и снова дабл пенальти. Вот такой у медийщиков капитан. Быстрый, настырный и самое главное, скромный. Нет, не герой. Много не получалось, много не забил, то есть, нет, не герой. Для такого матча 2 удаления, это очень много. Я думаю, это предрешило исход игры. 2 удаления было на последних минутах. Думаю, не хватило нам чуть физически в сегодняшней игре. Поэтому и концовочку мы 2 удаления заработали. Лишь повреждение помешало Клементьеву пробить этот дабл пенальти. Но он не в обиде. Ведь Илья Игушев переиграл Кузнецова уверенно и принес своей команде третью победу в сезоне. 4-3. А промресурс потерпел четвертое поражение подряд. Чудо поможет только нам. Потому что мы не можем обыграть команду, которая наши конкуренты. То есть, что мы сейчас как? По мгновению палочками не сможем обыгрывать Платон, ПСК. Поэтому я считаю, что здесь, если чудо мы зацепимся, 8-7 место. Вот это наш уровень сегодня. Игра получилась, как всегда, валидольная. Без этого никак не можем. Всегда каждую игру пытаемся выкладываться. Но часто прогораем и ничего не получается. Сегодня получилась хорошая игра. Восьмой тур получился самым скромным на голы с начала чемпионата. В пяти матчах забито всего 28 мячей. Поскромничали лидеры. ПСК забил всего трижды ворота ОМЗ. А Платон отличился четыре раза в матче против смены. Впрочем, этого им вполне хватило, чтобы одержать дежурные победы. Также предсказуемо победили Погода и Кристалл. Об огненном успехе Маймедиа мы уже не только рассказали, но и показали. Турнирная таблица от тура к туру слоится все больше и больше. Теперь можно выделить четыре группы. Самый верхний из них – ПСК и Платон. Затем этаж, на котором расположились ОМЗ, Погода и Кристалл. На третьем ярусе – Валенты и Маймедиа. Подвал заняли все остальные – промресурс, смена и Элина. И с каждым игровым днем лестница до спасительного третьего этажа для этой троицы увеличивается как телескоп. Девятый игровой день, который завершит первую половину чемпионата, намечен на 21 декабря. Практически во всех поединках тура есть очевидный фаворит. Но это не значит, что все матчи лишены интриги. Вот, например, Валента Кристалл – дебютант сезона против серебряного призера, стартовавшего не ахти, но уже набравшего ход. Подробнее поговорим об этом противостоянии через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова